Ситуация в мире очень быстро меняется, то есть по данным исследований к 2050 году половина рабочих мест исчезнет, потому что автоматизация произойдет, заменит компьютеризация, цифровизация каких-то услуг, которые сейчас предоставляют люди, будут автоматизироваться. Более того, те, кто в школу сейчас идут, первоклассники, когда они выпустятся из школы, из университетов, они будут занимать новые профессии, о которых мы сегодня не знаем. То есть темпы изменения в мире происходят настолько быстро, что ни родители, ни дети не могут сейчас выбирать профессии, которые будут востребованными. Это во-первых, то есть очень сильная тревожность и у родителей, и у детей. А во-вторых, ситуация мы видим, что в Кыргызстане женщин на рабочих местах стало намного меньше. То есть статистика уже четко говорит, что идет сильная тенденция к тому, что участие женщин на рынке труда очень сильно снижается. И это влияет на рейтинги страны. И это и было основной причиной, почему мы решили работать именно с девочками и привлекать их к новым профессиям. Мы много работали с молодежью, именно с подростками, и видели, что им очень сильно не хватает профессиональной ориентации по новым профессиям. То есть как делается профориентация в обычной у нас семье в Кыргызстане? Это родители с детьми разговаривают, и вот исходя из обычных знаний, из опыта семьи, да, из понимания способности ребенка, они предлагают, рекомендуют ребенку идти в какую-то профессию. Именно в регионах, вот в этом году мы начали, в прошлом году начали работу, и там был как раз-таки очень большой спрос. Как со стороны детей, подростков, девочек, так и со стороны родителей и учителей. Вот, например, расскажу пример, в Козылке мы приглашали около 50 учителей на обучение, на тренинг. К нам на тренинг пришло 90 человек. Девочки очень хотят учиться. Да, есть сложности с родителями, этого я не отрицаю, но мы работаем с родителями тоже. Очень часто в регионах бывает так, что приходят на наши тренинги для девочек родители. И мы очень радуемся, честно говоря, этому факту, потому что радуют, что родителям интересно, они хотят узнавать, о чем этот будет проект, чему обучают их детей. Мы только поощряем, мы всегда приглашаем родителей прийти, посидеть. Вот у нас был случай, когда бабушка девочки, внук Кати, приходила на наши тренинги, отсидела все пять дней тренингов. И мало того, что она поменяла свои отношения, она еще и пошла и в своем селе убеждала всех других родителей, что это очень хороший проект, полезный, и помогала нам продвигать наши цели. И мы видим, что дети, если им показать, что наука это не что-то концептуальное, что-то теоретическое, но применимо в нашей практической жизни, они начинают очень быстро это применять. Вот мы объявили конкурс, девочка в Кучкоре, сама села вместе с папой, взяли где-то моторчик, они соорудили пылесос. Точно так же пошла и сделала из подручных предметов, то есть там не нужно ничего покупать из того, что было дома. Они сделали водный насос. Как мы работаем вообще в этой программе? Мы в первую очередь интересуем детей, девочек, обучаем девочек, чтобы они пошли в школы и обучали других детей. И это дает такую очень хорошую комбинацию, не только технические знания они получают, но и так называемые мягкие знания, они становятся увереннее, они умеют выступать на людях, они очень хорошо умеют высказывать свою мысль. Далее мы работаем с родителями для того, чтобы тот выбор, который девочки сделали, получил поддержку. Потом мы работаем с учителями, и учителей обучаем именно, как преподавать STEM. Но мы помогали им поступать, и около 10 девочек у нас уехали за рубеж учиться именно на технической науке, при этом получали стипендию. Сейчас обучаются на стипендиальных программах. Мы очень хотим, чтобы девочки видели эти ролевые модели и стремились стать такими же. Надеемся таким образом повлиять на в целом общественное принятие и повлиять на то, чтобы девочки могли иметь свободу выбора своей профессии. Ну и продолжим работу напрямую в школах. Мы работаем с Министерством образования, чтобы учителя обучали детей без стереотипов и также поощряли одинаковые девочек и мальчиков в технической сфере. И понимаем, что вот эту вертикаль нам нужно создавать, начиная с очень раннего возраста в садиках, затем в школе и продолжить в возах. И очень важная составляющая, которую мы также хотим укрепить сейчас, это работа с частным сектором.